видео уроки фотошопа добрый день дорогие друзья с вами кузьмичев алексей сегодняшнем уроке мы с вами будем заниматься веб-дизайном так как уже данная тема очень давно мной не разбиралась и сегодня я решил исправить данную ситуацию да как видите до меня тоже дошел технический прогресс я наконец-то установил себе photoshop cs6 и сегодня мы будем работать в этой программе и так давайте посмотрим что нам с вами понадобится для выполнения данного урока открываем дополнительные материалы которые вы кстати можете скачать под данным видео вот я зашел в папочку с ними и давайте поподробнее разберем что нам здесь и для чего понадобится и так как видите сразу бросаются глаза множество слайдов 8 штук данные фотографии я выбрал для своего портфолио так сказать мы их просто поставим в качестве слайдов на наш шаблон вы можете использовать любые свои фотографии либо воспользоваться моими так далее идем следующее это текстура металла текстура бумаги и текстура стены эти файл мы будем использовать для создания бэкграунда то есть фона так ну и осталось тут у нас еще два psd файла первый это файл социал psd в нем у нас содержится иконки социальных сетей которые мы прикрепим также на наш шаблон и последний файл это сетка psd он нам с вами очень хорошо поможет выравнивать все элементы на странице добавлять нужные отступы и центрировать все элементы на нашем шаблоне да и так давайте его сразу пока откроем и создадим также новый документ размером 1020 на 1400 пикселей так нажимаем здесь ok и и теперь открываем изображение с первой текстурой текстура бумаги нажимаем открыть копируем ее ctrl c переходим к нашему первому изображению сначала нам с вами нужно его залить так выбираем цвет на палитре у нас здесь с вами будет цвет d9 cfc 0 так нажимаем ok и заливаем этим цветом наш листочек до нажимаем aldell теперь вставляем в композицию нашу текстур нажимаем control в как видите она у нас очень большого размера при помощи свободного трансформирования control t мы уменьшим ее так мешаем примерно вот такого размера выставляем ее по центру нажимаем клавишу enter далее нам с вами нужно ее обесцветить нажимаем комбинацию shift control you у нас текстура становится серая и меняем режим наложение для нее ставим здесь умножение и прозрачность ставим где-нибудь 20 или лучше наверно 30 процентов смотрим в реальном размере что у нас получается да выглядит все вполне неплохо продолжаем теперь сверху можно добавить небольшое свечение чтобы сделать наш шаблон немножечко поинтересней давайте создадим новый слой выберем на палитре белый цвет так и возьмем кисть размером примерно 700 может даже 800 пикселей на 800 пикселей берем и делаем мазочек верхней части нашего изображения ровно по центру здесь так понижаем прозрачность так ну примерно до 45 процентов смотрим отлично далее открываем еще одну текстуру эту можно закрыть открываем текстуру металла и стены сразу 2x загружаем photoshop первые воспользуемся текстуры стены нажимаем control a control c вставляем в документ в как видите она у нас тоже очень очень большого размера при помощи свободного трансформирования control t и зажатой клавишей shift чтобы у нас пропорции не искажались мы уменьшаем данный слой так еще уменьшаем и располагаем верхней части нашего шаблона примерно здесь нажимаем клавишу enter и добавляем слой маску этому слою щелкаем сюда так выбираем инструмент опять кисть цвет у нас будет сейчас черный аккуратненько работая с маской стираем вот эти вот участки таким вот образом оставляя только вот такое вот пятно данной текстуры также ее обесцвечиваем зажимаем комбинацию shift control u меняем режим наложения на перекрытие так и чуть-чуть можно понизить прозрачность примерно до 65 процентов как видите теперь наш шаблон смотрится тоже весьма весьма стильно да так ну и остался у нас последний файл с текстурами также его мы сейчас скопируем control a control c и вставим нашу работу нажимаем control v уменьшаем также верхней части нашей композиции нажимаем клавишу enter также добавляем маску и стираем нижнюю часть вот так обесцвечиваем shift control u меняем режим наложения на перекрытие и уменьшаем прозрачность примерно до 20 вот так отлично теперь нам с вами можно заняться уже созданием верхнего меню но сначала нам с нужно для него сделать узор создадим новый документ размером 20 в ширину и 60 пикселей высоту нажимаем ok так при помощи линеек отмерим 10 пикселей снизу убедитесь что у вас линейки стоят не в процентах а в пикселях если это не так щелкаем правой клавишей по ним и нажимаем пиксели чтобы линейки скрыть можно нажать комбинацию control r и это же комбинация их открывает так давайте найдем здесь 10 пикселей снизу да вот таким вот образом разблокируем фоновый слой два раза щелкаем по нему левой клавишей нажимаем ok так и удаляем вот этот вот нижний квадрат так нажимаем delete выделение снимаем так и теперь выбираем инструмент ellipse и зажатой клавишей shift рисуем здесь вот такой вот круг так у меня получился черный ничего страшного щелкаем по нему правой клавиши выбираем растрировать слой такс поднимаем кружок наверх вот сюда и переходим в параметры наложения выбираем здесь наложение цвета меняем цвет на белый так нажимаем ok ok и все наш узор в принципе готов давайте объединим два слоя вместе зажмем клавишу shift щелкнем по верхнему и по нижнему слою и нажимаем комбинацию control е теперь control a control c чтобы скопировать такс ну и теперь вставляем данный узор в нашу работу нажимаем control v так вот у нас наша фигурка помещаем ее на самый верх вот сюда вот чтобы было удобнее располагать фигуры по нашему листку давайте включим привязку переходим в просмотр и убираем здесь привязка так и аккуратненько располагаем здесь теперь дублируем этот слой нажимаем control j сдвигаем вправо чтобы все у нас было аккуратно лучше всего приблизить и работать уже вот с таким вот зумом нажимаем control j дублируем control j дублируем и таким образом нам с вами нужно закрыть всю верхнюю часть нашего шаблона так эти теперь фигуру можно объединить в одну нажимаем control е дублируем control j и уже копировать их да вот таким вот образом также теперь объединяем три фигуры в одну зажимаем клавишу shift по верхнему слою и по нижнему нажимаем control е и дублируем получившийся слой так ну и последний дубликат я думаю здесь будет нет еще один потребуется так ну еще последний дубликат да и и все готово отлично так смотрим что получилось супер объединяем все эти слои в один нажимаем control е и давайте назовем этот слой верхнее меню такс меняем прозрачный слоя где-нибудь на 50 или 60 процентов так смотрим я думаю 60 подойдет до лучше всего 60 процентов такс создаем теперь новый слой и сделаем черту на самом верху нашего меню так выбираем инструмент карандаш размер для него поставим 5 пикселей так и цвет для него выберем 506 271 так вот такой вот цвет нажимаем ok и и зажатой клавиши shift здесь вот сверху начинаем вести вот такую вот горизонтальную черту так отлично этим же цветом нам с вами нужно написать пункты для меню теперь пришло время уже добавить нашу композицию на сетку control a control c чтобы скопировать и вставляем нашу работу и и нажимаем control v располагаем ее на самом верху так если она у вас стоит неровно по центру ее можно выровнять при помощи свободного трансформирования control t для этого нужно сначала поставить линейки в проценты тогда мы сможем видеть где у нас центр нашего нашего изображения видим на 50 процентов и выравниваем ровно по центру данную сетку нажимаем enter и и продолжаем так теперь увеличиваем вот эту часть выбираем инструмент текст и начинаем писать первый пункт для меню первый у нас будет пункт главное думаю его можно сделать жирным таким вот образом располагаем его примерно где-нибудь здесь я думаю или чуть чуть даже по левее чтобы у нас все остальные пункты убрались так теперь дублируем данный слой нажимаем control j смещаем его вправо и пишем на этот раз следующий пункт это будет галерея так дублируем теперь и этот слой control j пишем теперь контакты контакты так ну и последний пункт давайте добавим это будет пункт блок так пишем блок все отлично теперь начинаем располагать аккуратно по сетке данные пункты меню чтобы они у нас смотрелись ровно до поставим линейку чтобы они находились на одной линии сместим немножечко пункт контакты вправо так примерно до блок немножечко подвинем влево таким вот образом галерею смещаем вправо так ну и пункт главное также переместим чуть вправо вот примерно так смотрим что у нас получается отлично давайте теперь все эти слои которые у нас относятся к меню объединим в папку так начиная вот отсюда и до сюда зажимаем клавишу shift щелкаем по нижнему а затем по верхнему слою нажимаем комбинацию control g чтобы добавить их в группу группу назовем меню так пункты меню можно еще чуть-чуть сдвинуть вправо так давайте их выделим все четыре и сдвинем уже и все чуть чуть правее примерно вот сюда так отлично закрываем и теперь займемся созданием логотипа создаем новый слой выбираем инструмент ellipse и зажатой клавишей shift рисуем вот такой вот небольшой кружочек здесь так у меня получился такой вот буглик ничего страшного сейчас мы его растрируем и все будет так как нам нужно щелкаем правый клавишу выбираем здесь растрировать слой идем теперь в параметры наложения сначала находим здесь наложение градиента первый цвет для градиента ставим так d98 029 так нажимаем здесь ok выбираем следующий цвет следующий у нас будет f2b67b так нажимаем ok здесь также нажимаем ok переходим теперь в пункт тень для нее мы выставляем настройки режим наложения умножения прозрачность 15 и угол поставим на 115 все остальное не трогаем и также давайте добавим обводку размер поставим на 2 пикселя и цвет выберем также какой-нибудь оранжевый ну к примеру давайте поставим d07 822 вот такой нажимаем ok здесь также ok ну теперь наши иконки можно добавить эффект стекла для этого создаем новый пустой слой зажимаем клавишу control и щелкаем по нашему эллипсу чтобы у нас появилось выделение до переходим теперь на верхний слой идем в пункт выделения модификация выбираем здесь сжать нажимаем примерно на 6 пикселей выделенную область нажимаем ok так и выбираем инструмент градиент убедитесь что у вас в качестве основных цветов стоят черный и белый так если это не так просто можно нажать клавишу d и они у вас станут в качестве основного цвета так поменяем их местами и возьмем градиент от белого к прозрачному так инверсию если она вас стоит нужно отключить и выбрать стиль для градиента линейный так вот отсюда заливаем градиентом выделение теперь можно снять и понизить прозрачность верхнего слоя примерно до 50 процентов смотрим что у нас получилось как видите наша иконка приобрела вот такой стеклянный эффект теперь внутри можно написать какой-нибудь текст давайте к примеру напишем ps на photoshop и выберем какой-нибудь интересный шрифт так смотрим что у меня здесь есть какие варианты давайте попробуем вот такой посмотреть ну да довольно таки интересный шрифт только нужно сделать чуть побольше такс и располагаем вот здесь его да отлично также можно сюда добавить название сайта такс как видим у нас здесь места не очень много можно чуть-чуть уменьшить пункты меню да давайте перейдем опять в меню так найдем четыре пункта наших и при помощи свободного трансформирования control t сделаем их чуть чуть поменьше так и также переместим их правый угол больше вот таким образом так закрываем и теперь можно добавить название сайта около нашего логотипа выбираем инструмент текст так возьмем шрифт например битсу миша я думаю и размер возьмем примерно 30 пикселей пока что пишем здесь название нашего сайта ну к примеру photoshop professional так как видите он у нас не очень убирается при помощи свободного трансформирования его уменьшаем control t нажимаем и уменьшаем вот таким вот образом чуть-чуть можно сделать его побольше примерно так нажимаем клавишу enter смотрим что получилось выставляем его на одну линию с нашим меню вот здесь так и теперь добавим к нему цвет выбираем инструмент текст щелкаем по цвету и поставим примерно такой же цвет какого у нас цвета наш логотип до нажимаем клавишу ok и дублируем данный слой нажимаем control j для дублированного слоя цвет возьмем белый нажмем ok поставим режим наложения перекрытия так и прозрачность где-нибудь 50 процентов я думаю может даже поменьше сейчас посмотрим так смещаем верхний слой на 1 пиксель вниз при помощи инструмента перемещения так аккуратненько сдвигаем вот таким вот образом и теперь растрировать данный слой щелкаем по правой клавиши убираем здесь растрировать текст переходим на нижний слой зажимаем клавишу control щелкаем по текстовому слою у нас загружается выделение переходим опять на верхний слой и нажимаем здесь клавишу delete выделение снимаем и как видите у нас получился такой вот стильный вдавленный текст благодаря такому несложному методу так теперь можно продолжать пункты меню я думаю можно еще немножечко сдвинуть вправо так давайте еще раз наш меню подкорректируем уже в который раз да так и передвинем их вправо вот так чтобы расстояние у нас было немножечко побольше между меню и логотипами так теперь пришло время добавить заголовок выбираем инструмент текст шрифт на стоит битсу миши и пишем здесь любой текст данный пример май портфолио так размер нужно поставить побольше я думаю примерно 90 пикселей и располагаем ровно по центру данный текст начало у него будет примерно на третьей колонке и заканчиваться он должен соответственно также на третьей колонке только с конца так растягиваем его можно немножко увеличить вот так нажимаем клавишу enter и теперь переходим в параметр наложения этого верхнего слоя щелкаем правой клавиши выбираем параметр наложения так сначала в самом верхней самой верхней вкладке параметрах наложения прозрачность заливки ставим на 0 идем теперь во внутреннюю тень и здесь ставим прозрачность ставим на сто процентов так режим наложения у нас будет нормальный и смещение ставим на 1 размер ставим на 4 я думаю такс прозрачность можно немножко понизить так примерно 78 процентов далее идем в наложение цвета добавляем здесь цвет 97 86 67 так нажимаем ok прозрачность поставим 50 процентов где-нибудь или лучше 60 и закрываем стили слой нажимаем ok также чтобы создать эффект давленого текста дублируем данный слой нажимаем control j очищаем стиль слоя щелкаем правой клавишей и находим здесь пункт очистить стиль слоя так режим наложения ставим на перекрытие и прозрачность понижаем до 50 процентов так на 1 пиксель вниз данный слой перемещаем и растрировать текст переходим на нижний слой выбираем зажимаем клавишу control щелкаем загружается выделение и удаляем все ненужное с верхнего слоя так выделение снимаем у нас получается вот такая вот стильная надпись под заголовком также можно разместить либо девиз либо описание сайта давайте добавим например описание шрифт выберем тахома например и напишем здесь так персональный или персональные портфолио так меньше немножечко размер шрифта чтобы было видно что мы пишем персональное портфолио фолио фолио дизайнера так давайте чуть побольше шрифт возьмем такс и разместим его ровно по центру так смотрим так нажимаем клавишу enter и теперь также нам с вами нужно добавить стили слоя к нему их можно скопировать с нашего предыдущего слоя щелкаем по нему правой клавишей выбираем здесь скопировать стиль слоя переходим на верхний слой нажимаем вклеить стиль слоя так и у нас получается точно такой же эффект на наших букв можно также добавить немножечко объема нажимаем control джей очищаем здесь стиль преобразуем данный слой в растр такс и режим наложения ставим перекрытие с прозрачностью где-нибудь 10 процентов передвигаем его вниз и все нужное сейчас уберем зажимаем клавишу control щелкаем по нижнему слою переходим на верхней и удаляем нажимая delete выделение снимаем и у нас получается еще одна стильная надпись вот такая да такс далее давайте добавим строчку с последними обновлениями для этого возьмем инструмент карандаш размер примерно возьмем три пикселя цвет поставим такой же как у нас было верхняя полоса так вот он у нас создаем новый слой и под нашим заголовком проводим вот такую вот черту такс отлично добавляем слой маску сюда и выбираем инструмент gradient радиальный от черного к белому так поставим здесь инверсию и аккуратненько найдем здесь вот центр и вправо или влево вот таким вот образом заливаем данную область градиентом у нас получается вот такой вот красивый эффект да теперь здесь нужно освободить участок для надписи сделаем это при помощи ластика выбираем инструмент ластик переходим с маски на слой и аккуратно по центру стираем ненужный участок здесь такс отлично смотрим и вот на этом месте мы как раз сейчас с вами и напишем текст добавляем сюда текст пишем к примеру последнее обновление обновление уменьшаем размер так и аккуратненько размещаем вот здесь так отлично смотрим смотрим далее у нас с вами пришло время добавлять в композицию слайды давайте создадим сначала один слайд так на новом слое это сделаем выбираем инструмент прямоугольник такс и зажатой клавишей shift начиная от первого столбца нашей сетки делаем вот такой вот квадрат на 4 столбца такс растируем сразу этот слой и заливаем его белым цветом нажимаем alt del выделение можно снять переходим теперь параметры наложения этого прямоугольника и добавляем здесь наложение градиента цвет у нас для него будет первый так 827 561 нажимаем ok и второй цвет ставим так так c 7 b 9 а 2 вот такой нажимаем ok ok такс и переходим в следующий пункт обводка добавляем здесь обводку на один пиксель цветом d 9 c f c 0 нажимаем ok так все закрываем стиль слоем и теперь можно добавить под этот слайд небольшую тень для этого мы дублируем данный слой нажимаем ctrl j очищаем стиль слоя и заливаем его полностью черным цветом нажимаем alt del так выделение снимаем помещаем данный прямоугольник под наш первый слой вот сюда и теперь идем в пункт редактирование трансформирование и выбираем здесь искажение так 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 это сделать не очень удобно давайте отменим 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 пока что еще раз идем в трансформирование искажение и на этот раз все все у нас сейчас должно получиться да отлично нажимаем клавишу enter и теперь идем в пункт фильтр размытия выбираем здесь размытие по гауссу размываем примерно на 5 пикселей нажимаем ok понижаем прозрачность слоя так смотрим я думаю будет лучше всего смотреться в районе 20 процентов так и теперь давайте сгруппируем эти два слоя в одну группу нажимаем control g и называем группу так слайд 1 так слайд 1 дублируем эту группу нажимаем control j так перемещаем их теперь сюда также выставим направляющие чтобы они у нас стояли на одной линии да так дублируем так передвигаем и еще раз дублируем делаем так чтобы отступы у нас были везде одинаковые так так примерно вот таким вот образом так с последней слайд немножечко ушел выравниваем остальные отлично каждому слайду теперь нужно дать нам имя так это у нас будет слайд 4 так следующий слайд у нас это слайд 2 так ну и остался третий слайд тоже переименовываем его располагаем их по порядку и теперь можно также сделать второй ряд слайдов для этого нажимаем клавишу shift вот копируем все четыре группы и перемещаем их вниз вот сюда так также аккуратненько их располагаем здесь и теперь пришло время уже добавлять в наши слайды фотографии только сначала давайте все переименуем здесь чтобы потом не путаться в дальнейшем так слайд 6 слайд 7 и 8 слайд так отлично текстуры можно сейчас уже закрыть это тоже можно закрыть открываем все наши слайды и начинаем добавлять Ctrl A Ctrl C сразу можно закрывать уже вставляем наш первый слайд это изображение нажимаем Ctrl V так перемещаем его зажимаем клавишу Ctrl T чтобы уменьшить до нужного размера так давайте приблизим так смотрим вот так оставляем нажимаем клавишу Enter идем к следующему слайду Ctrl A Ctrl C переходим в группу 2 нажимаем здесь Ctrl V при помощи свободного трансформирования уменьшаем также нажимаем Enter закрываем этот слайд идем далее Ctrl A Ctrl C так нажимаем Enter закрываем вставляем теперь в третий слайд нашу фотографию Ctrl T зажимаем клавишу Shift уменьшаем так располагаем здесь так нажимаем Enter Enter закрываем слайд закрываем слайд пятый на очереди Ctrl A Ctrl C вставляем в четвертую группу Ctrl V уменьшаем располагаем располагаем в нужном месте такс нажимаем клавишу Enter и остался у нас еще один ряд слайдов также мы их сейчас быстренько добавим Ctrl A Ctrl C вставляем на место пятого так тоже выравниваем и аккуратно располагаем здесь так идем к следующему слайду Ctrl A Ctrl C так вставляем сюда и подгоняем размеры так Закрываем. И последние два слайда у нас осталось. Добавляем их. И можем уже идти дальше. Не сюда его добавил. Седьмой слайд. Ctrl-V. Располагаем его здесь. И уменьшаем. Нажимаем клавишу Enter. Ну и последний оставшийся слайд добавляем. Ctrl-A, Ctrl-C. Так, восьмой у нас по счету. Располагаем его. Ctrl-T. Уменьшаем. И нажимаем клавишу Enter. Так. Смотрим, что у нас получилось. Можно теперь сетку отключить. Она нам пока не нужна, я думаю. Так, ее еще надо найти. Где она у нас находится. Так, 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 так. Она у нас в меню. Вот она, да? Да. Теперь мы, можно сказать, уже с вами выходим на финишную прямую. Теперь нам осталось с вами только добавить сюда футер и расположить в нем копирайты и иконки с социальными сетями, да? Для того, чтобы сделать футер, можно воспользоваться просто дубликатом нашего меню. Давайте так и сделаем. Так, находим меню. Так, вот она у нас, да, эта штучка. Копируем ее Ctrl-J. Перемещаем на самый верх. Так. Располагаем ее вот здесь. Щелкаем комбинацию Ctrl-T и выбираем здесь пункт отразить по вертикали. Перемещаем данный слой вниз. Так. Примерно вот сюда. Да. Так. И прозрачность ставим на 100%. Так. Оставшийся участок заливаем также цветом. К примеру, давайте зальем его белым, да? Этим же цветом. Выделение снимаем. Так. И заливаем данный слой уже полностью цветом тем, который нам нужен, да? 506, 271, к примеру. Нажимаем ОК и нажимаем комбинацию Alt-Del. Так. Выделение снимаем. Сюда можно также добавить текстурок, чтобы смотрелось поинтереснее. Давайте это сделаем. Откроем еще раз. Изображение с текстурами. Возьмем сейчас, к примеру, одну. Wall. Ctrl-A, Ctrl-C, чтобы ее скопировать. И вставляем в наш документ Ctrl-V. При помощи свободного трансформирования. Также ее нужно уменьшить. Очень-очень сильно уменьшить. Так. Располагаем здесь. Нажимаем клавишу Alt и щелкаем на границу между слоями, чтобы эта маска у нас была применена только к нижнему слою, да? Обесцвечиваем ее. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U. В режим наложения ставим перекрытие. И прозрачность уменьшаем где-нибудь до 15%. Вот так. Так. Отлично. У нас уже почти все готово. Давайте добавим сейчас иконки социальных сетей. Так. Откроем PSD-файл с ними. Вот они у нас, да? Нажимаем открыть. Так. Как видите, они у нас здесь разделены все по папочкам. Twitter-Facebook нам нужен будет. И, к примеру, давайте возьмем Gmail в данном случае. Щелкаем правой клавишей по данной группе. И выбираем здесь преобразовать в смарт-объект. Также щелкаем по Twitter-у. Так. И по Facebook-у. Копируем Ctrl-A, Ctrl-C. Сначала одну иконку. Вставляем Ctrl-V. Так. Сюда. Раз. Теперь копируем вторую. Ctrl-C. Вставляем. Так. И копируем последнюю иконку. Ctrl-C. Так. Вставляем Ctrl-V. Вставляем направляющую, чтобы расположить их на одном уровне. И выравниваем наши иконки. Так. Управляющую нужно чуть-чуть поднять. Так. Выравниваем эту иконку. Так. И иконку Twitter также выравниваем. Так. Отлично. Давайте их вместим в отдельную группу. Также переименуем слои так, чтобы не путаться. Назовем первый Facebook. Вторая иконка у нас это Twitter. И последняя это Vimeo. Так. Зажимаем клавишу Shift по верхнему слою, щелкаем и по нижнему. Нажимаем комбинацию Ctrl-G и помещаем их в группу. Ну, назовем также Social, например. Так. Уменьшаем размер этой группы. Ctrl-T нажимаем и с зажатой клавишей Shift уменьшаем размер этих иконок. Примерно вот до такого. Так. И теперь нам с вами нужно их также расположить по центру. Вставляем направляющую по центру и перемещаем вот сюда наши иконки. Так. Нажимаем клавишу Enter. Скрываем направляющую нажимаем Ctrl-H. И теперь, чтобы еще более украсить нашу композицию, можно добавить такую же интересную полосу, также как вот мы добавляли наверху. Давайте выберем опять инструмент карандаш. Создадим новый слой. Цвет возьмем на этот раз белый. И также вот отсюда нарисуем вот такую вот белую линию. Так. Добавляем слой маску. Также переходим теперь к градиенту и от середины заливаем данный участок градиентом. Так. При помощи ластика сотрём ненужную область. Размер можно уменьшить для него. Так. Примерно вот такой. Так. С маски уходим. Переходим к слою, да. И убираем. Отлично. Так. Ну и последнее, что нам с вами можно сделать, это добавить копирайты и работа будет завершена. Копирайты можно добавить просто используя текстовый слой персональное портфолио дизайнера. Давайте его найдем. Вот он у нас, да. Дублируем его слою Ctrl J. Так. Помещаем на самый верх. Так. Вот здесь вот. И опускаем вниз. Так. Теперь пишем здесь 2012 . Photoshop Professional . Все права защищены. Так. Текст нам с вами нужно уменьшить. Примерно до 12, я думаю. Нет, это через чур. 24 тоже много. 18 я думаю. Будет в самый раз. Так. Также располагаем ровно по центру и изменим цвет. Переходим в параметры наложение. И выбираем здесь пункт наложения цвета. Цвет можно выбрать какой-нибудь темно-синий, да, чтобы он лучше сочетался. Так. Ну давайте, к примеру, возьмем вот такой вот 364 869. Нажимаем ОК. ОК. Так. Еще раз выставим направляющую, чтобы убедиться, что у нас все стоит ровно по центру, да. Ctrl T. Вот она у нас и не по центру стоит. Перемещаем ее. Наши копирайты вот сюда. Так. Отлично. Все теперь по центру. Смотрим, что получилось. Супер. Единственное, что можно немножечко обрезать наш шаблон, так как, видите, много свободного места внизу. Чуть не подрасчитал в начале. И сделал вот так вот, да. Давайте. Поэтому немножечко обрежем. Примерно вот до сюда. И нажимаем клавишу Enter. Так. Все. На этом, я думаю, нашу работу можно завершить. У нас с вами получился вот такой вот стильный портфолио шаблон. На этом все. Если тема веб-дизайна вам интересна, пишите комментарии под данным видео. И я буду записывать новые уроки на эту тематику. Ну что ж, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс Photoshop Anti-чайник. Жмите на кнопку «Получить курс».